Вечер добрый! Слушайте вот свое радио, и понятное дело, если делаете, извините за тавтологию, это каждый вечер, или даже целый день, что было бы гораздо приятнее, вы знаете, что с 8 до 10 по будням в этой студии появляются живые музыканты, живые люди, с которыми мы живенько беседуем, и музыку они нам свою показывают, и играются все в этой студии, естественно, живьем. Уж простите меня сегодня за голос, вчера начал, сегодня как-то подсипываю, надо так летом было подхватить какую-то заразу, так что, давай я как-то так попискивать буду время от времени, познакомимся мы с коллективом, само собой, чуточку позже, традиция у нас есть, уже давно сложившаяся, сначала первая песня, это некая музыкальная заявка для тех, кто не в курсе того, что за группа по музыкальной стилистике сегодня здесь, кто-то выпьет чаю с ромашкой и байники пойдет, ну, мало ли, может быть, ваша стилистика не очень нравится, а кто-то скажет, ура, ура, наконец-то, я так счастлив, я так рад, и не поеду в Ленинград, останусь сегодня здесь, для того, чтобы дослушать программу до конца. Как всегда, живой звук, в программе живые, поехали! Гоу! Разрушая себя изнутри, оставляя знаки свои, как маньяк, но тебя не найти, только страхи твои, только страхи, Непринятие своей собственности, отчуждение апатия, отрицание своей сущности, это злая магия, гоу! Боль дает только два последствия, любая из них это жизнь! Боль дает только два последствия, любая из них это жизнь! Боль дает только два последствия, любая из них это жизнь! Боль дает только два последствия! Замурованное существо погибает, оставляя знаки, и бессильное божество отрицает свои промахи. Непринятие своей собственности, отчуждение апатия, отрицание своей сущности, это злая магия, гоу! Боль дает только два последствия, любая из них это жизнь! Боль дает только два последствия, любая из них это жизнь! Боль дает только два последствия, любая из них это жизнь! Боль дает только два последствия! Боль дает только два последствия, любая из них это жизнь! Боль дает только два последствия, любая из них это жизнь! Боль дает только два последствия, любая из них это жизнь! Боль дает только два последствия! Два последствия! Любое из них это жизнь! Два последствия! Любое из них это жизнь Боль дает только два последствия Посмотришь на это нежное Рыжевался на создании В жизни, подумаешь Вот это вот она делает Я по-разному могу Просто откровенно говоря, когда я слушал треки, записи Я думал, что это кто-то стоит за спиной И микрофон гроблит Нет, так сама, как справляться 31.10, у нас как-то числительные пошли Вчера 25.17, сегодня 31.10 Я как вчера сказал, что группу 9.1.1 Найти нам не удалось, поэтому, к сожалению Увы Но, тем не менее, 31.10, давайте будем знакомиться Мария Штах Это, наверное, я Надо зайти туда за стекло посмотреть Нет у меня никого больше? Почему, наверное? Да нет, нет, на самом деле, здравствуйте Макс Белинский, гитара, вокал Привет всем Ты сейчас просто пытаешься меня поддержать Да, солидарь Спасибо тебе большое, спасибо огромное Бас Владимир Алёхин Всем привет Гитара Алексей Сальдин Так Добрый вечер Ну и человек, у которого собственный микрофон Подобни его к себе, пожалуйста Это барабанщик коллектива В общем, любой барабанщик любого коллектива Является очень важной персоной Он на подиуме, он за стеклом Ограждает себя от всяких негативных последствий У него собственный эфирный микрофон Дмитрий Скачко Добрый вечер Вот это, собственно, и есть группа под названием 3110 Прошу любить их жаловать Сегодня будет жестко Сегодня будет тяжело Сегодня будет громко Сегодня будет драйвово Ну и, естественно, сегодня мы, само собой, будем ждать от вас Как обычно, ваших сообщений Сообщу... Пардон, за... Что-то сегодня тавтологичен я Сообщений сообщу В общем, надо одну новость важную Рассказать об этом У нас есть акционеры Я имею в виду сейчас... У нас радиостанцию своя радио Это люди, которые в свое время помогали Вкладываясь финансово В то, чтобы радиостанция состоялась Чтобы она, в общем-то, выросла Чтобы она появилась И есть там такая акция Которая называется Соведущий эфира Вот один из акционеров Уважаемых нами людей Потому что акция не дешевая Приехал сегодня из Санкт-Петербурга Ничего себе Для того, чтобы провести совместно Сейчас скажу пафосно Совместно со мной Совместно с нами Давайте так Совместно с нами всеми Сегодняшний эфир Игорь Маленков Прошу любить и жаловать Добрый вечер Сегодня и он тоже будет задавать вопросы Поэтому вы не шарахаетесь Если вдруг неожиданно Я уступлю микрофон своему коллеге А отвечать будете на его вопросы тоже А Игорь Иванович, прошу не стесняться Да, не вопрос Я тоже сегодня буду оттенять голос У меня такой слегка хрипотцой питерский Судя по всему, судя по тону Он стесняться не будет Это очень хорошо, очень правильно Расскажу сейчас коротко Как с нами связываться Тоже важно Потому как, мало ли, вдруг Вы захотите что-либо написать СМС-портал Короткий номер Очень запоминающийся, легкий 46-47 Сначала пишите свои Иначе сообщение до нас просто не дойдет Делайте пробел И дальше уже все, что хотели бы написать Ну, это могут быть вопросы Эмоции, впечатления В общем, все, что угодно Делитесь Официальная группа ВКонтакте Официальная группа своего радио Там давным-давно выложен анонс Фотография В тексте анонса Название коллектива Группа 3110 Выделено синим Это значит активная ссылка Кликая на которую Вы оказываетесь у них в сообществе Видеть можно все Прямо сейчас Для того, чтобы это сделать Вам нужно зайти Для начала на сайт На сайт своего радио Своерадио.фм Там сверху Вы обнаружите Плеер Он такой Длинненький Узкий Справа от баннера Под баннером рекламным Но справа от логотипа Слева в этом плеере Онлайн-аудио Это чтобы слушать Справа онлайн-видео Сиденький кружочек такой Кликаете на него И вот оно вам Счастье Вы тут же оказываетесь По месту В той самой картинке Которой мы говорим Нам ее предоставляет Планета.ру Спасибо большое Этому замечательному порталу Там же, кстати, есть чат В котором можно писать Все, что думаете На сайте Своего радио Есть чат Группа ВКонтакте СМС-портал Ну, в общем, всюду можете Отправлять свои сообщения Мы, само собой, будем Вычитывать И самые интересные И яркие Окажутся в эфире Будут опубликованы Так что старайтесь, пожалуйста Задавайте хороший вопрос Как называлась первая песня? Первая песня называлась Изнутри Ага Ну, следующая, судя по всему, снаружи Ну, практически Ну, логика какая-то будет должна Прежде чем я попрошу вас Спеть следующую Потому что вот эта вся История, которую я озвучивал Заняла много времени Надо как-то музыкой Наслаждать уши Аудитории Я прочитаю одно сообщение Лёсова его написала А потом я спрошу Кто же этот человек из вас Однажды в чат зашел Один из музыкантов 33.10 И спросил Нравится ли песня Время Я его тогда спалила И сейчас очень легко И с радостью отвечу Нравится очень С тех пор еще что-то Даже послушала Клип посмотрела И рада, что сегодня Они в эфире живых Кто был тот самый музыкант? Не будем показывать Это был я Тебе не стыдно? Очень стыдно В принципе, ты был прав Почему не спросить? Это нормально Господи Мы очень счастливы Когда и музыканты Забредают к нам В официальное сообщество Общаются с аудиторией Мы считаем, что Близкий контакт Музыкантов и слушателей Это всегда очень полезная И замечательная штука Давайте дальше петь Что это будет? Следующая песня Оттенки серого Как всегда Живой звук в программе Вживые Сейчас посчитаем Сколько у вас их? Ну мы потом обсудим Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому До предела доводя свое тело Так хотела умирать Каждый раз наполняясь Смыслом не могла понять Что у боли сотни тысяч степеней Как оттеркот серого Среди теней По ступеням к разрушению себя В себе силы находя Оставляя позади Разрывая вне себя Каждый новый вздох Он приближает к обрыву Как и в горле Комог причина нервного срыва Так не иначе Как не старайся Пару шагов вперед Не сомневайся Дневные клетки Корчишься боли Жертву приносят себя Каждый брошенный вниз Еще опасней других Его мотивы сильней Его желание взрыв Нет хороших Или плохих У каждого правда своя Из оттенки серого цвета Они убивают меня Через страх и тревогу Сделав шаг И свободно не дыша На пути к своей цели Без потерь И где душа вся изранена Но все еще жива В ожидании другого рубежа Каждый день Я распрашиваю тень Разокрашиваю лень Что ложится на стен И жизни людей Но каждый новый вздох Он приближает к обрыву Как и в горле Комог причина нервного срыва Так не иначе Как ни старайся Пару шагу вперед Не сомневайся Верные клетки Корчься от боли Жертву приносят себя Каждый брошенный вниз Еще опасней других Его мотивы сильней Его желание взрыв Нет хороших Или плохих У каждого правда своя Из оттенки серого цвета Они убивают меня Кто опустел Кто опустел Не успеет Иногер И как бы кто ни пытался Не обмануть Того кто не верит Не победить Того кто не сдался Кто опустел Не успеет И как бы кто ни пытался Не обмануть того, кто не верит Не победит Каждый брошенный вниз Еще опасный других Его мотивы сильней Его желания взрыв Нет хороших или плохих У каждого правда своя Из оденки серого цвета Они убивают меня 31.10 Так называется коллектив Сразу задам вопрос А потом передам микрофон Игорю Как вы себя позиционируете? Группа Московская, Санкт-Петербургская Подмосковная, Замкадышевая Российская Дипломатичный подход Откуда вы? История долгая С 2006 года На самом деле мы с Максом из Тамбова Приехали в Москву Изначально мы уже Первый альбом проекта Не группы 31.10 А именно как проекта записали Уже приехали вместе с ним А потом здесь уже нашли ребят Которые нынче с нами Вот мы им очень рады Довольны И в общем-то Остальные ребята у нас Все из Москвы Насколько А вот тонкая вещь Очень тонкая А в чем разница Между проектом и группой? Проект был студийный Мы записали его вдвоем Макс написал музыку Я написала слова Он тоже частично слова Мы уже были вдвоем Это уже группа Ну он не был живым Он был исключительно Записан И мы нигде не выступали А то есть проект становится группой Тогда когда люди из студии Выходят наконец-то на сцену Да я думаю что да А вот Я просто не знал об этой тонкости Мы для себя это так объясняем Потому что сравнивать то что было и то что сейчас есть Это немножко все таки разные вещи Поэтому мы решили разделить так историю небольшую На проект и на группу То есть 9 лет коллектива Ну с 6-го года С 6-го года Есть вопросы? Да Ну на самом деле у меня этот старческий такой вопрос Потому что 31 день Ветеран сегодня Ветеран да Это неубиваемый 9 лет Это реально круто И я сейчас смотрю Ну возрастная аудитория в студии Вся разная Но все так в ритм Четко в отфреге Это приятно Да Игорь я тебе скажу одну вещь Может быть она немножко некорректная Но куда нам деваться Нам надо делать вид что нам нравится Политкорректность везде Как там вчера было лайк? Улыбаемся и машем А все таки 31.10 это откуда? 31.10 это числа Которые преследуют меня Практически в свою жизнь Начиная там от номера дома Номера автобуса Номера квартиры Машина у нас была Номера в банке Да Пин-код от карточки Спасибо что сообщили Ну попробуйте Может быть да Ну то есть такие цифры Которые знаковые Вот например в Москве Сейчас мы живем на 13 этаже 13, 31 Вот такие вот числа Да это очень похожие цифры Есть еще 31, 13 31, 13 1, 3, 1, 3 Да, да, да А есть простая история Просто 31 октября Мы первую песню записали И все И долго не парились Слушайте А я думаю Это вообще подсказка Музыканты думают Как нам назваться Как нам назваться Как нам назваться Как нам назваться Смотри в календарь 15 мая 15.03 А май это какой месяц? 15.05 Да, у меня Лайк 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 Я думаю Эта фишка с лайком Переживется на студии Я думаю Это будет очередной мем Спасибо Анну Что это называется Ясно Вот все-таки хорошо Что сегодня у меня есть Соведущий Почему? Потому что За 3 года С лишним существованием программы Я уже усвоил Что-то спрашиваете Музыкантов Почему так назвали Коллектив Глупый вопрос А я спрашивал до этого Какие вопросы нельзя задавать Я же тебе не могу Не надо нельзя Тебе можно все А если бы ты этого не сделал Мы бы не узнали такой тонкости Мы бы не узнали пин-код от карточки Понимаешь Так бы осталось это тайной Какой у нее пин-код от карточки Но тем не менее Хорошая история Да Хорошая 31 октября Первая песня Собственно название Люди по-другому поступают Например 4 апреля называют группу 10 марта Это тоже Судя по всему Адрес Ну и в смысле не адрес А вы вот так 31 действ Потом пойди разбери Что это такое Ну красиво Красиво Давайте почитаем Почитаем Потому что люди пишут И много чего интересного Значит Расскажите о вашем проекте Мембрана У меня сильное впечатление От альбома 35 минут И клип на рамке Очень понравился Это Кореньков Андрей Спрашивает Кто-то видимо Очень из своих Нет Не знаю К сожалению Может быть Участник вашего сообщества Может быть Да Очень приятно Спасибо большое за вопрос Это отдельная Да Я думаю Что для мембраны Нам нужно будет с вами договориться И отдельно как-то придумать Это сольный проект Нас с Максом Тоже Это TripHop TripCore Слушай как разошлась Она уже собирается со мной договаривать Да Я хочу Конечно Молодец Молодец Ну в общем Рыжие они всегда Девки такие Хватки Молодец Куда деваться Да Ну в общем Что о нем рассказать Он очень депрессивный Очень грустный Очень такой Своеобразный Но я думаю Но я думаю Не о нем Мы здесь Сегодня будем говорить Не Подожди Мы конечно не о нем Человек задал вопрос А там тоже стало любопытно Ну я ответила Давай ответим так Пишем альбом Второй Все А Ясно Хорошо Ответ был да Давайте наверное Слушайте А вы сегодня Собираетесь спеть Одну очень известную Для аудитории Как минимум Свою радиопесню Я сейчас не называю ее Конечно А вот не сейчас ли она будет Через одну Ладно Потерпим Как тогда сейчас Будет называться песня Следующая песня Это песня На которую мы недавно Выпустили клип Она называется Факты Это так в общем Собственно и альбом называется Да Об альбоме Мы конечно тоже поговорим Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Группа А кстати сказать Извините ради бога Подожди Подожди Не начинай Я сейчас просто один факт К этим фактам Добавлю Был момент Когда мне в руки Попал ваш диск Я сидел и думал Так это группа факты И альбом 31.10 Или группа 31.10 И альбом факты Надо как-то подчеркивать Человеку не сведущему Сложно понять Когда пока вы еще Не суперзвезды Но это случится Чего говоришь? Зато интересно Загадка рождает интерес И люди разбираются Связываются с музыкантами И спрашивают Как же он все-таки называется? А ну Да Написать звонок В 4 часа утра Тебе Чайка звонит С радиоста Как ты сразу называешь Скажи С удовольствием отвечу Всю ночь думаю С удовольствием Звоните Ладно ладно Давай поехали Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Война в голове, хотя только в эфире позиционная война, в местном трактире, становится сложно тексты фильтровать, так и хочется сказать, что завоевать, строили друг с другом высоко, напряжение, гнев, ненависть, боль, самовыражение, а ведь стоит проверить, верить всем, как писать, сказать-то может каждый, но не каждый понять, только чем сейчас речь, как состав «софакта» может стать и выйти, и тогда жить он дурак 좋은 кор trabajar, что всё именно так, как тебе преподносит информацию враг! «Р Kiev вuld, файл» Как же можно поверить в этих людей? Как же можно поверить в этих людей? Мы для них инструмент для кровавых идей! Как же можно поверить в этих людей? Мы для них инструмент для кровавых людей Как же можно поверить? Как же можно поверить? Факт в том, что не факт, что все именно так Как тебе преподносит информацию в рак? Скрытая война! Лаз прямо в эфире, мы все точим на вже С мыслями о мире факт Что не факт, что все именно так Как тебе преподносит информацию в рак? Скрытая война! Лаз прямо в эфире, мы все точим на вже С мыслями о мире факт Факты, факты, только факты, факты Факты, факты, только факты, факты Факты, факты, только факты, факты Аплодисменты Утро Девочка Маша, которой лет 14 В школу надо идти, а не охота Мама стучит в дверь Маша, в школу пора Маша отвечает Не хочу! Вот с тех пор Я тогда так не умела С тех пор родители задумались о том, что девочке надо петь Поняла, что надо научиться Она просто тренировалась Сиплым голосом Я просто уже на ней Это круто Редко девушки позволяют себе такие вольности Как горлышко? В порядке, все отлично Натренированно А как ты это тренировала? Я не так много использую экстремальные Какие-то виды вокалов А мы просто поставили лайнлаб Чтобы задать Лирику в конце Конечно, да Нет, на самом деле Ну как, я не скажу, что я, во-первых Что-то реально экстремальное Такое профессиональное использую Скорее больше идет от души Потому что Широкая душа Да-да-да Техника какой-то определенной Я не скажу, что я владею А в принципе, да нормально Но когда ты гармонично Распределяешь свои силы И используешь по очередности Разные виды вокалов Вполне себе Можно выдержать целый сет На час, на полтора Ну, я бы не стал, конечно, рисковать А тем более в своем нынешнем положении Вообще бы не стал этого делать Но тем не менее Умница, молодец Спасибо Хорошо, так в подворотне, да Идешь там Темно, все хорошо Девушка, можно? Да-да-да Девушка, можно? Я не девушка И седой грабитель То есть вы понимаете, да Был жгучий брулет Наутро поздался седым Что это было? Можно, да, использовать Как средство самообороны Вполне себе тоже ничего А, кстати, мысль Ты, Миша, почему можешь пользоваться этим Если вдруг что Кто-то носит с собой оружие У тебя есть гроблинг 46-47 Это короткий номер для смсов ваших Сначала свои пишите Потом пробельчика А дальше Все, что хотели бы сказать Вот какие группы вдохновляют на творчество Чувствуется Тамбовский корн Антон Черкезов спрашивает Кто такой Тамбовский корн? Я так полагаю Мы поняли, мы поняли, в принципе, о чем Я не понял, потому что спрашиваю Тамбовский корн Ну, корн, такой корн, понятно Очевидно, это мы А я просто думал, может быть, человек имеет в виду, что есть в Тамбове группа Нет, нет, нет То есть это вас так? Наверное, видимо, да Ну, нам приятно такое сравнение, спасибо Ну, мне бы тоже было приятно, конечно Сижу с бокалом валерьянки Очень волнуюсь за ребят Вы лучшие Алла Деркач Спасибо большое Это кто-то уж точно из своих, раз волнуется так сильно Да, это жена нашего гитариста Зачем сдала парня? А у нас все женаты Опа! Вот она, баба в коллективе, сдала и сдала парня Кто теперь на концерты-то пойдет? И даже я И даже ты, жена? Да Ну, замужем, скажи Ну И даже я Ну, это разные вещи Ну да, извините А то я начинаю задумываться Сейчас такое время, знаешь С каждым словом нужно аккуратнее 46-47 Свои пробелечки А дальше все, что хотели бы сказать Есть что-то? Да, у меня вопрос, собственно говоря Окей, если опять нельзя было, да То я в этом не знал Ребят, слушайте Вот постоянные повторения одного куплета Там в разных вариантах Это специально для того, чтобы толпу на концерте подогревать? Или для тупых журналистов? Ну да, либо для тупых журналистов Мы смотрели прошлый эфир, да? Лайк? Нет, на самом деле Ну вообще ритмически, когда, да, ты пишешь какие-то песни Во-первых, ну есть строчка, в которой ты все сказал Ну вот он-то и делает И потом еще раз сказал Потом еще раз сказал Да, да, да Потом налил, еще раз сказал Это чтобы люди запоминали С первого раза Не, ну понятно, что с первого раза не запомнишь А когда 53 раза Ну да, да Уже легче В общем-то, когда просто вообще возник Мне кажется, это нормальная традиция Да, в том-то и дело Что традиция-то, ребят, только без мордобоя потом за студией Традиция для попсы Когда они там одно и то же По ним еще сказать уже нечего А для рокеров-то как раз наоборот Если взять там творчество всех Они крайне редко повторяют Посмотри, какие рокеры Мы вместе! Ну, это редкое исключение Да, интересно Да, по-моему, это нам Кстати, а, кстати Пускай это исключение Исключительная группа сегодня Окей Да, они редко исключительная группа По мне так Хоть бы Сколько там Сколько у вас куплетов в этой песне было сейчас? Три? Или четыре? А я не знаю Я душой как-то вот их чувствую Хорошо, четыре И припева три, соответственно Значит, напишите семь куплетов без припевов Тогда не будет повторов Судя по всему Да А зачем? Я не хочу сказать, что я поняла Тогда песня будет лучше? Ну, просто у меня к тебе будет Не, ну, вот, например, я на какое-то там повторение Я понимаю, что так Тебя держат за дурака Не-не-не, я концентрируюсь На этой музыке еще идет Да, но ты уже текст не слушаешь Ты уже подпрыгиваешь Но текст уже не важен А тексты, на самом деле, хорошие Я поэтому-то и переживаю Что-то А, Игорь, в данном случае Я перевожу Немножко на такой Обиходный язык Он имеет в виду, что Частое повторение Одних и тех же слов Припевов Заставляет его подпевать припеву И не думать уже о том Что будет дальше в куплете А в куплете смыслы Понимаешь? Вы понимаете, здесь Все очень сложно, на самом деле Если говорить о написании текстов То Я никогда не думаю И, например, Макс тоже Мы никогда не думаем Вообще, в принципе Да, мы не думаем Спасибо, что честно с нами А вы смеетесь У меня тексты идут Там за 30 минут На лист вылазит текст Я его читаю И потом смотрю И понимаю, о чем я написала То есть Черт надо резать Работа подсознания какая-то идет Да, и ты уже А здесь, да, усиление Но оно идет, усиление Это самые главные строчки В этой песне были И они реально Отражают то состояние В котором В тот момент я находилась Когда писала это А пишешь ты, да? Мы с Максом вместе Ну вот свои партии я пишу Макс свои партии пишет Ах, у вас такое разделение Да, да Иногда То есть если ты написала свою партию А у него нет Песня не состоялась Я так понимаю Да нет, почему я могу написать За него А он способен Он может повторять Да, да Кстати, тоже выход Точно так же, как и он Может написать для меня что-то То есть, ну в основном Мы стараемся делать Сами за себя Свою какую-то деятельность Творческую Ну да, ну да Текстовую Вообще хорошее разделение На самом деле Когда каждый за себя Все делает сам А, пардон На кухне, например А у нас вообще на кухне Все поровну Мы через день моем посуду Он вспомнил о горе грязной посуды Давай не будем Сегодня его день Сегодня мой день дежурить Давай об этом не будем Хорошо Нет, это клево на самом деле Мне уже нравится То, что сегодня происходит Сейчас, я так понимаю Как раз и будет та самая песня О которой мы поговорили Я даже название ее Произносить не буду Почему? Объясню Сейчас вы будете Сильно удивлены Ну, я сейчас подберу слова Так, чтобы вы смогли До конца эфира дожить Не дергаться, я имею Внутренне Не переживать Эта песня очень популярна Среди слушателей Своего радио Нам очень приятно Она была в премьерах И зацепила очень серьезно И я сейчас уверен Как только она зазвучит И даже в группе Вконтакте Наверняка пойдут отклики Название этой песни Люди знают Поэтому, как только Я прошу вас Как только она начнет играть Напишите, как называется Эта песня Поехали Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня 31.10 Погнали Субтитры создавал DimaTorzok Я пишу тебе это письмо Потому что сказать Альтернатива Непонимание Время тишина Время Время Тата альтернатива Непонимание Тишина Осталась Волотвы Воды Непонимание Время 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вот сейчас я вас удивлю еще больше На четвертой секунде Как только вы начали играть Это первое сообщение В группе ВКонтакте Время А дальше Илья Тняков пишет Ура! Время А дальше Время я поражу Отличная композиция С глубоким смыслом Лидия Скопина пишет Оооо Так это они поют Ооо Классная песня Очень часто бывает Когда песню люди знают Но они очень связывают С теми музыкантами Которые собственно говоря Это делают Отличная композиция Понятно что это время Ну и так далее Вот так Вы вообще понимаете Что вы уже достаточно известная группа Ну нам это очень приятно осознавать Спасибо вашему радио Не не вашему Своему радио Своему Своему Но я не сказала запретного слова Я не сказала Оно не запретное Оно смешное Оно не то Спасибо свое радио за это Потому что это реально для нас Очень многое значит И спасибо всем кто нас слушает Это очень приятно И вот здесь В душе Ребята Я не буду делать Там какую-то подводку Из серии Ты же не знаешь Что можно Спрошу что нет Да Нет Я не о том Я просто в курсе Немножко истории группы Ну потому что Ладно Палюсь Про название я знал Ребята Слушайте На самом деле Всегда интересно То есть Ну коллектив Да Любой Это Некий живой организм И там Потеря одного человека Или там Уход Или приход Наоборот Да Это как там Руку отрезать Либо наоборот Пришить У вас же коллектив Ты можешь быть отличным музыкантом Но если ты мудак Ты никому не нужен Извините пожалуйста Да Кстати это не правда Вот Но на самом деле Практика показывает Что это совсем не правда На самом деле Есть действительно Хорошие музыканты очень И Все кто с нами играл Это реально очень хорошие музыканты И Ну по каким-то причинам Люди уходят Это Ну Никак не связано То есть мы В принципе Я не предлагаю Плевать там В их сторону Они не хорошие И так далее Просто вот сам факт Ну конечно сложно Сложно переходить Но при этом При всем Нам удается Находить людей Которые нас устраивают И в общении И в профессиональном уровне В каком-то да И Которые чувствуют Нашу музыку Не просто Которые пришли поиграть А которым нравится То что мы делаем Все вместе А это какой состав Уже по счету За 9 лет существования Очень сложный вопрос Ну сколько в этом составе Группа существует Вот в этом составе Ну вот у нас Алексей новый Товарищ Вот А вообще вот Поэтому он интересуется Услушателей как песня Нравится Он еще пока не привык Да Вот А вообще с 11 года Вот Ну так 4 года уже На секундочку Это уж совсем Совсем не молодой Ну в смысле Не начинающий состав Вы вместе Наталья Дьяченко Чудный совершенно Вопрос задает Наталья Ну просто мои вам Лучи добра И симпатия Потому как Ну вопрос очень клевый Читала в одной книге Пишет она Что один из еще Советских музыкантов Исполнял Лирическую песню Со слезами на глазах Ну эмоции же И тут во время проигрыша Пока музыканты проигрывали Он совершенно спокойно Обернулся к кому-то Из музыкантов и спросил Слушай Какой сейчас курс Чека в Москве Скажите Говорит Наталья О чем вы во время Выступлений думаете Браво Наташа Да Действительно классный вопрос Ну вот сейчас я пела Песню «Время» Думала про посуду Думала нет Думала про то Как мы ее Собственно говоря Писали Ну то есть это чувство Я каждый раз Вообще прихожу на репетицию И периодически для меня Мои песни Это как психострессотерапия Снимать В смысле стресс Я прям проговариваю слова Которые вот я написала Когда-то И мне легче становится Соответственно Каждую песню Я прочувствую Непосредственно В данный момент Как вот сейчас Вот я пела О том сложном Отрезке времени И чувствовала о том Как вот это все было То есть переживала Всю эту песню О песне и думаю Собственно говоря О том что она В себе несет О тех чувствах Которые она в себе несет Об этом Сейчас ты просто Разрушил мой мир Я так понял Что все Человек в состоянии петь Там изображать эмоции Черт да Посуда не помыт А я думаю о посуде Зашли его очередь Теперь у Макса Будет такой пунктик Посуда не помылась 46-47 Это короткий номер Для смс Квашек Сначала свои Пробел А дальше уже Все ваши вопросы Эмоции Впечатления Делите всем Что есть У меня вопрос К музыкантам Чувствуется Такой дроповый Строй гитар Так ли это Не обманывают ли Меня мои уши Если дроп то какой А если дроп то какой Денис Каратаев Спрашивает Ну иди про дроп Рассказывай Нет у нас Семиструнная гитара И просто на тон Нижакущен Строй Все понятно Все ребята играют По старинке На семиструнных гитарах Давно уже отошла Эта мода Они все еще играют Шучу А они просто Истамбул Они из парадных вышли Знаешь так Ну семиструнка Ну нормально Давай пошли Нет нет Это клево звучит Правда Я обратил внимание Что действительно Колков как-то многовато На гитаре Потом присмотревшись Понял что они Семиструнные А вот у басиста Не успел видеть Пять что Ну и у него нормально Все пять Не четыре Нестандартная группа Со всем нестандартным подходом Давайте нам дальше Попоем пока что Че это будет Следующая песня Называется Нет причин Нет причин не спеть Как всегда Живой звук В программе живые 31.10 Здесь сегодня Погнали Отсутствие стимула И интереса Разложат На части Последствия Стressа Стремления нет И вырублен свет И тело в квартире Не ищет ответ Нет причин Но у меня идет Никодин И спасет Взгляд в потолок И нажать бы на курок Но так сложно удержать То что есть И не сбежать Просто лежишь И так хочешь умереть Но не злей себя жалеть Побороть себя суметь Нет причин Но у меня идет Никодин И он не спасет Нет причин Но у меня идет Никодин Времени нет На свое спасение Каждый шаг Ирется третение Мысли нет И слов Снова пусто Завтра было бы Грустно Только бы Собрать в себе Силы Для дальнейших Прорывов За падением Опять бой Осознать Что Живой Отсутствие стимула И интереса Разложат на части Последствия Стресса Стремления нет И вырулен свет И тело в квартире Не ищет ответ Нет причин Но у меня идет Никодин И он не спасет Нет причин Но у меня идет Никодин Нет причин Но у меня идет Никодин И он спасет Нет причин Но у меня идет Никодин Сколько бы не было правды Сколько бы не было лжи Важно отсутствие страха Важно, что ты не один Только твои надежды Только твои мечты Важно отсутствие страха Важно, что ты не один Времени нет На твое спасение Гады шаг вперед Сотрясение Мысли нет И стоп Снова пусто Завтра было бы Грустно Только бы собрать Себя силы Для дальнейших Прорывов За падением Опять будем Осознать, что Живой Отличный трек Про вред курение Даешь ЗОЖ и мотивация Антон Черкес А, еще так вот это Живые, да В программе живые И последнее слово Живой, да Ну, в общем, да Все правильно Вы в правильное место пришли И знали, какие песни петь Конечно Сижу в гараже Делаю мотоцикл Играет эта замечательная Энергичная музыка И дело починки Идет быстрее Спасибо вам за песни Пишет Леша Бахвалов Спасибо вам И удачи вам в вашей работе Да, главное Тут нужна удача и внимание Потому что, когда чинишь мотоцикл Знаю, по детству Часто запчасти остаются Всяческие Но бывает странность Все равно при этом он ездит Как-то неудивительно Вопрос, который я считаю Важным задать А потом перейдем Собственно, к концертам вашим Концертам, турам, например Вот Павел Кабанов пишет Ребята ездили недавно в тур С группой Элл Натылон Расскажите, как прошел тур Отлично И что это был за тур вообще? Это был весенний тур Мы второй год подряд ездим Вместе с командой Ена и Валл Натылон Вот Дружим хорошо Общаемся И нам очень нравится Вместе ездить Прекрасный тур Замечательных У нас было в нашей части Тура совместного с ними Было 8 А, нет 10 городов Потому что так Настолько уже устали от туров В 8 нет, 10 10-10 В 8 было в прошлый раз Да, в 10 Молодцы Классно Классно На самом деле Это эмоции Это драйв Это люди Замечательные совершенно люди В разных городах Они все такие Разные Все такие интересные Да Что касается Да ничего даже плохого сказать Не хочется Были какие-то нюансы Там моменты Да, ну всякое бывает Но остается в памяти Только вот Позитив Заряд Эмоции И вот эта вера В то, что вообще Все не зря Ну, конечно, не зря Конечно, Игорь Все не зря же Вообще все не зря Ребята А вот еще Учитывая ваше Некое совместное Проживание Как творчество Совместно идет Ну, то есть Вот окей Один написал текст А второй говорит Слушай, вот знаешь Вот сюда вот такой вот риф Кладет Он говорит Не-не-нет Не-нет Не, ну слушай Ну идет Нет, не идет И дальше раз так Мыть посуду В семье может быть Прав только один человек Это она, да? Хорошая позиция Я сейчас начинаю Понимай Так, кто замужем Я вдруг вспомнил анекдот И будем бить По наглой роже По этой наглой Рыжей роже Да нет На самом деле Нет никаких проблем Макс, расскажи Все, Макс, разрешили Иди Да, да, иди Иди расскажи У нас студия дома Поэтому нам вообще Ничего не страшно Студия? Да, домашняя маленькая Ближе к микрофону Не слышно Да А мы На самом деле Для 3710 Уже давным-давно Пишем На репетициях Музыку и песни Вот Касаемо совместного творчества Вот, например Для Мембраны Там все просто Я пишу музыку Мария пишет тексты И Все ложится Вот как-то так Внезапно Альбом Сколько у вас альбомов? Один альбом 3110 Да Последний Который вот в этом составе С 11-го года Вот, в котором мы работаем Это один альбом Который называется Факты А до этого был альбом Который был написан в проекте То есть будем считать Что группа 3110 Пока что один альбом Один студийный альбом Мало Который писали Мало Ну, мало Мы работаем Дорого Хорошее, мало Дорого Отлично Я вам скажу Ну, студия своя Чего вам париться Не-не-не Мы писались на студии Гигант Рекордс Мы писали на студии Гигант Рекордс Совместно Нам, звукорежиссером Был Саша Кондратьев Из группы Трактор Боулинг Вот, то есть мы вложили В эту пластинку Все свои силы Средства И желания И стремления К тому, чтобы сделать Нам максимально качественный На наш взгляд Хороший продукт Как мы тебя понимаем Да, но поскольку Это удовольствие Скажем так Не из дешевых Очень Ну, видимо Поэтому пока Только один Хороший студийный Ну, я вам может быть Приятное сейчас сделаю Чтобы как-то Слегка оттенить Неприятный разговор Про цены Про то, что много тратится Очень скоро Я сейчас не могу сказать число Но, я так полагаю Где-то ближе к августу Еще одна песня пойдет В премьеру С этого альбома Она уже отложена Заготовлена И Я так полагаю Вы сегодня поете песни С альбома, естественно Ну, и скорее всего Она сегодня И Ее сегодня Так сказать Как бы Сказать правильно Чтобы не спалить Она запланирована Сегодня в программе Была И значит Должна Будет или была Прозвучать Вот так Будет или была Скажем так Да Ну, чтобы сейчас Не начали люди гадать Какая это будет песня Я люблю неожиданность Не из Питер А, нет, я помню Да, у тебя есть Питерское прошлое Да, такой туман Пошел, пошел Я люблю пустить Немножко туман Кстати, какая туман Туман Но звук-то у нас Не туманный Он очень прозрачный Вячеслав Самойлов Надо поблагодарить Звукорежиссера Спасибо вам огромное Программы «Живые» Звучит все очень качественно И очень приятно Когда все складывается Надо, наверное, петь уже Надо петь Ну, конечно А по суде Забудь хотя бы на время Давай попоем Чего это будет? Для тебя Спасибо Как всегда Живые звуки Программы «Живые» 31.10 здесь сегодня Поехали Раз, два, три, пять И враги был не замечен Но в то же время отмечен Не требует действия твое Лишь внести свято Так, когда всем обеспечен Какой-то там истинный поиск Зачем тебе что-то искать? Нетрудно заметить Трудно сказать Трудно себе доказать Для тебя Свою жизнь на игле Останешься здесь Ты всегда в пустоте Это так нужно тебе Для тебя Для тебя Для тебя Нет ничего Для тебя Для тебя Для тебя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так ощутимо пахнуло Востоком. Это в честь чего? В связи с чем, пардон? Здесь кальянную внизу просто открыли. Да. Я люблю восточные мотивы. Ну, а почему она так только в одной песне прослеживается? Мы еще не доиграли сет. А, то есть будет еще. Это никак ни с чем не связано. Просто вот любовь к восточной музыке. Да. Ну, красиво, правда. Люблю всегда. Вообще без вопросов. Значит, Александр Сазанов написал, правда, несколько раньше, но я считаю, что раз увидел, надо зачитать очень любопытная оценка. «Факты», — пишет он, — «мощный, явно концептуальный альбом. Целая повесть о сложных, ярких, заранее обреченных взаимоотношениях между двумя подростками на фоне враждебного, окружающего мир с совсем уж тяжелой и безрадостной кульминацией в заключительной песне». Мне лично так показалось. Посмаковал этот альбом. Спасибо. Человеку лет 80? Ну, судя по тексту, 85. Ну, где-то так уже, да. Вот. А судя по, так сказать, тому сколько... Нет, я могу даже сказать тебе точно. Я думаю, что мальчики не скрывают своего возраста, как девочки. Сейчас загляну в профиль. Нет, скрывают. Ну, ладно, это ибо право в конце концов. Как-то возражать будете на это? Да нет, в любом случае спасибо. У нас... Каждая песня и вообще, в принципе, весь наш альбом, он разными людьми воспринимается по-разному, и это нормально, и мы к этому стремились. То есть, если человек увидел что-то вот подобное для себя, ну, может быть, это что-то для него значит. То есть, в любом случае, любая точка зрения по этому поводу, она, ну, права. Это как картина. Ты смотришь на картину, два человека стоят рядом, один улыбнулся, а второй что-то всплотнулось, что-то ему там вспомнилось, ассоциация сработала, и все. Ребят, слушайте, а вот вопрос такой. Когда пишешь тексты, да, вот для того, чтобы получилось так, чтобы цепляло, а меня цепляет и жестко цепляет, и, собственно говоря, у меня шикарный день сегодня, у меня расширилось, так сказать, поле для прослушивания вот в моем плейлисте. Надо понимать, что эта эмоция должна выстрадаться внутри, она должна вот вырасти каким-то образом. Ну, по большому счету, это либо тебе очень много лет, и у тебя очень-очень большой какой-то тяжелый жизненный опыт, либо ты ухитряешься пропустить через себя какие-то такие эмоции. Вот ты вроде это не переживал, но тебя так рубануло, что ты... Как вот у вас с этим? То есть, ну, не изматывает. Вот отсюда идет, как правило... Маш, ближе к микрофону. Простите меня, пожалуйста. Да ничего, тебе можно, ты же взрослый человек. Спасибо. Вот, на самом деле, нет, каждая эмоция, она пережита, она выстрадана в каких-то случаях, да, и это говорит, наверное, только о том, что вот такой я эмоциональный человек, и Макс, собственно говоря, тоже. И, наверное, еще может быть... Есть люди с разной степенью восприимчивости внешнего, то есть всего. Взять того, к примеру, да, Курта Кобейна, да, он был очень восприимчивым, и поэтому вот... Ну, чем кончил, помните. Ну, да, конечно. Ну, конечно, да. А это будет тогда следующий мой вопрос, как вы от этого избавляетесь, там... А вот с помощью песен, с помощью песен... Помним, мы припомним о том, что закон, нельзя там употреблять определенные названия, можно подмигивать. С помощью песен мы справляемся со всем этим, выражая свои эмоции в треках, музыке, словах. Что же вы такие... ну, неправильные вы. Это психотерапия. С сексом надо снимать все проблемы. Вообще, я психолог по образованию, понимаете? Так что тогда ты про песни говоришь? Это можно на радио говорить? Про секс? Сколько угодно. Ребята, ну, если трудно, если тяжело, если психологически где-то... Какие песни нафиг? Забыли про посуду. Я-то дети хорошие. Нет, нет, ты не понимаешь, у них денег на психологов нет, поэтому они поют. Она сама психолог. Ну, такая, ну, сам себя ты не будешь лечить, поэтому песни, потом вот выход эмоций. И плюс денег заработать нужно. Самый лучший способ лечиться, я уже назвал. Нет, ты денег не заработай. Я уже назвал. Слушайте, у нас еще буквально минуточка есть до конца этого часа, после чего мы пойдем на паузу. Я тут зачитал любопытное сообщение. Мы хотим барабанщика к разговору подключить. Тащи себе микрофон, тащи, тащи, тащи. Значит, Сергей Васильев спрашивает. Объясните некомпетентному в барабанной кухне, чем отличается дырявая тарелка от недырявой, кроме того, что в ней дырки. Почему такое предпочтение в выборе посуды? Одна тема короткая. Та тарелка, которая дырявая, у нее звук более короткий и более такой шипящий. Давай будем демонстрировать сразу. Отличная тарелка. Дырявая тарелка. Фу! Я слышу, дырявая же. Она же поломанная, дырявая же. Да ладно. А что хватает? Вот как-то сегодня все к финансам. Браво. Браво. Ну, в общем, показательно было, по-моему, как, во-первых, по звучанию, и объяснено хорошо, что звучание у них несколько разное. Друзья мои, надо нам сейчас с вами пойти отдохнуть чуть-чуть друг от друга. А то нам подустали уже, правильно? Подышать надо. Какое-то время спустя, это я сейчас сообщаю аудитории, мы вернемся, естественно, в эту студию и продолжим программу «Живые». Ну, давайте двинемся дальше. Напомню, сегодня в программе «Живые» группа 3110. Коллектив интересный, яркий, с достаточно жестким саундом. Это и тем, кто, может быть, только подошел, еще не в курсе. Но у нас была длинная и долгая пауза, поэтому надо петь прямо сейчас. Что это будет дальше? Песня называется «Не прощать». Как всегда, напомню, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. Закрывай. Закрывай тишиной дыханье цвета, Оставляю в пустоте вопрос с ответом, Понимая, что печаль пройдет однажды, Проверяя дверь одну и ту же дважды. Паранойя жизни каждый день, Отражение любви и света тень, Оставляя лишь глоток на завтрак гусь, Я, возможно, не останусь, не вернусь. Так безжалостно все, Так безжалостно все, Не прощайся никогда. Я не вижу смысла для себя, Повторять те же все слова. Но... Так безжалостно все, Не прощайся никогда. Я не вижу смысла для себя Повторять те же все слова Но так безжалостно все Мысли эти в голове больной достало Постоянно суета вокруг устала Одиночество единая константа Алкоголь и антидепрессанты Не спасают ничего, ответ во мне Постоянный бег внутри, вперед и зне Нужно задержать дыхание и пульс И, возможно, я когда-нибудь вернусь Так безжалостно все Не прощать никогда Я не вижу смысла для себя Повторять те же все слова Но так безжалостно все Не прощать никогда Я не вижу смысла для себя Повторять те же все слова Но так безжалостно все Вырваны нервы, осталась усталость Края не видна, бездонная малость Льет тебе душу на последнем дыхании Пытаясь смысл найти во простане Каждую дверь отрывает свое время Вот она, истинный жизнесточение Я не вижу смысла для себя Повторять те же все слова Но так безжалостно все Не прощать никогда Я не вижу смысла для себя Повторять те же все слова Но так безжалостно все Не прощать Не прощать Не прощать Не прощать Дружная овация туризмента Спасибо Я сейчас... Ну, знаешь, какая штука? Может быть, немножко более серьезная, чем шло раньше Да, хочу напомнить, сегодня у меня соведущий, замечательный, из Санкт-Петербурга Тем, кто только подключился, просто в чате на планете пишут А что, да как, видеть человека нового для себя И не очень понимают, кто это Это Игорь Маленков Это акционер Ну, так громко, акционер Это же я сказал Человек, который вкладывал свои средства Причем самое интересное, как оказалось, не только акция Соведущего, еще некоторые акции То есть человек, который вложил достаточно денег для того, чтобы эта студия, эта радиостанция могла состояться Вот, у него есть пять эфиров Уже четыре Теперь четыре Ты уже считаешь, обратно отчет пошел, да? Ну, то есть ты об этом сидишь, думаешь Я уже думаю, как начать торговаться, чтобы еще... Ну, поговорим Вот он сегодня, мой соведущий Я вопрос сначала задам Можно я вперед тебя немножко полезу? Потому что я так полагаю, что надо было тебе слово уступить Ну, сейчас я вот о чем подумал О лидерстве Ты мне скажи, как психолог к психологу, да? Я сейчас зашел в ваше сообщество Посмотрел на отчеты Вот вы едете на свое радио Вот вы уже приехали на свое радио Вот у вас фотография Такая себяшка красивая Замечательная Я обратил внимание вот на что На всех фотографиях, которые я вижу в сообществе Ты либо на переднем плане, либо справа Вот в машине вы едете Ты за рулем, судя по всему, да? Нет? Там не переворачивается Вот она все время переворачивает почему-то Фотографии, оставляя себя справа Ну, если иметь в виду психологические всяческие тесты и обороты Женщина, которая старается ходить рядом с мужчиной Находиться справа Она чувствует себя лидером Она ведущий человек в том коллективе В котором она, собственно, находится Я сейчас говорю, опять же, исключительно научными, может быть, выкладками Которые могут не подтверждаться Но, как показывает практика Живу давно Это, в общем, где-то близко к истине Ты себя реально чувствуешь лидером в жизни, в коллективе, в отношениях? Ну, да, я этого не стесняюсь Да Почему нет? Я сейчас кашусь на мац А, ну, в семье Я говорила Если вы говорите про семью и про семейные отношения То посуду моет мац То здесь у нас равноправие Мы по очереди ее моем, понимаете? Да Понимаю Я тебе хочу сообщить по секрету Если женщина не стремится к лидерству То она просто ее моет И не задает вопросов мужу Почему она этого не делает Но это отдельная тема Могу, в общем, в принципе, ее дальше не развивать Игорь, есть у тебя что сказать? Ну, по поводу лидерства оставим Потому что Ребятам еще назад ехать Извините, можно я еще тоже Касаемо группы, если коллектива То в коллективе у нас совершенно тоже точно так же Два лидера Все моют посуду по очереди Я просто больше говорю Я просто люблю это делать Они просто приглашают ребят А сегодня ваша очередь мыть у нас посуду Ребят, слушайте По поводу переживаний У меня вопрос такой А ваши любимые Или, может быть Ну, не знаю, музыканты Не будем говорить про книги и так далее Давайте хотя бы про музыку То, что либо любимое Либо то, что отразилось более всего в творчестве И там какой-то резонанс в душе оставил Ну, у нас Микрофон По очереди? Да, к микрофону, да Корн Пугачева Пугачева Я с нее начинала, конечно Это не шутка Я не шучу Я же слышу Спасибо Особенно в партиях Пугачевская выгадывается На самом деле я очень люблю Пуцифер Perfect Cycle То есть все творчество Которое вот Смейнердовское Оно мне очень близко Помедленнее я записываю А я потом могу Ты мне найди, я тебя скину Не вопрос Вот Мое вот такое вот, да Какая-то более Плюс я люблю такую более Немножко депрессивную тоже музыку Это портисхед Это трип-хоп Как раз вот вторая наша сторона Да С Максом Ну, вот примерно вот так, Макс Давай, дополняй Ребята тоже Макс пошел По вокалу, да Я люблю экспрессию Это вот Кобейн Дэвис Всякие Группа была такая Снот называлась Там дяденька кричал Пока не разбился Вот Я люблю, да Экспрессивную Эмоциональную музыку И в то же время Люблю вот Массив атак Вот такую вот Качевую Которая тебя загоняет Куда-то внутрь себя И ты Как-то себя по-другому Перевариваешь Ну, короче, такая музыка Одиночество, грубо говоря Ну, и вот что-то такое У меня и получается Выходит Да, я Максу тут за эфиром Сказал, что я Когда первый раз Слушал их Я представил, что Макс Такой мужик 120 килограмм Знаешь, борода с косичками Такой Когда я его первый раз Видел Блин, все Мир изменился Так, Леша Леша, Леша, давай Ну, я вообще Начинал музыку Слушать такую Легенькую Там, поп-музыка И так далее Вообще Всю музыку для меня Открывал мой отец Квин И так далее Вот И помню Где-то То ли шестой класс То ли седьмой Мне дают кассету Говорит Сынок, послушай Это был Альбом Мутер Рамштайн Я ехал в метро После После Квинов Ну да Это был Просто шок А потом В 2001 году Я услышал Ну, увидел по телевизору Клип Группа Корн Песня Хер Ту Стэй И у меня тогда просто Крюша снесла Тебе название понравилось Да Всем так Все именно на эту песню Почему-то цепляют Сразу Владимир Ну Из отечественного Могу сказать Например Такие группы Как Эст Обелиск Ну и Мастер Основные Которые Слушал Слушал, да В принципе Сейчас слушаю Периодически А из западных? А из западных Больше такой классики Типа Блэк Саббат Ози Металлика Ну Альтернатива Конечно тоже Как бы Интересует Не спорю Но Они наверное Не так сильно Вообще Оказали влияние На На то что ты делаешь Да Клево Кто у нас Дмитрий остался Барабанщик коллектива Дмитрий Скачко Ну в творчестве В группе 3110 Я ориентируюсь На Корн Конечно же Вот А так Вне творчества Люблю музыку Мне нравится все Как Екатерина поет Как ребята играют Музыка Что-то новое Для себя открыл Классно Все там классно Все нравится В общем так Обратите внимание Да Мария с Максом Они так сразу По западу А ребята так Не ну мы там С нашим Ну это наверное хорошо Это разнообразие Во первых Во вторых Это Разное может быть Внутреннее Мироощущение Которое помогает Соединившись вместе Сотворить Нечто совершенно необычное Клево Спасибо Я прочитаю сообщение Отто еще по имени Виль Вил 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 Так зовется Приятное открытие Однозначно В плейлист Спасибо ребятам За творчество А своему радио За такую Возможность И нам приятно И вам приятно И нам приятно Ой как приятно Спасибо вам Скажи мне доброе слово Тебе будет приятно И мне будет приятно И всем нам будет приятно Так Семен Дурадский вопрос Лекса пишет А у соведущих есть Хоть какое-то будущее На своем радио вообще Если да То это стоит взять Нет Нас расстреливают Сразу за выходом Пятая И все Расход Лекса Вопрос Немножко по-другому Нужно ставить Надо ли Им это Люди конечно Покупали эти акции Вероятно С какими-то своими Целями Интересами Если у человеков Которые себе Это позволили Вложившись Так сказать В процесс Будет интерес И желание То разговаривать С каждым из них Я буду с удовольствием Ну почему нет У меня это отдельная история Если есть 3 секунды Я могу рассказать Ну расскажи Я написал Когда только-только Началась акция Про движение на планете Я увидел Как на моих глазах Купили последнюю Там было 2 или 3 Я тебе писал Слушай А вот там еще И я тогда Я захожу И вижу Что вот Она одна осталась Ее Ты увеличил Да Я ее докупаю И ты мне Так уже после продажи Пишешь Ну да А мы вот еще Ввели Я говорю Да Я последнюю купил Вот как человек Рвется Стоит наверное Действительно Сказать спасибо И спасибо Хотя бы Уже потому что Человек В общем Деньги вкладывало И складывало Себя повод История Это на самом деле На планете На краудфайдинге Она не в бонусах Она в желании Помочь А бонусы Это уже такая добавка Не Ну на самом деле Действительно В первую очередь Хотелось Поддержать Потому что Засилие Скажем так Уже стандартной музыки Которая бы вроде хорошая Но ты Которая часто повторяются Припевы Да Уже оно бесконечно А тут реально Такой глоток воздуха Ну все Прогиб защитам Твой тоже Молодец Давайте дальше Брат Что это будет Обоснование Как всегда Живой звук Программа Живые Здесь сегодня 31.10 Погнали Программа Пуская пыль в глазах и заметая следы, ты видишь только то, чего увидеть нельзя. Закрыты для других и поняты сам собой, твои глаза не горят, ты потерял твой покой. Нет ничего страшней, чем пустота внутри, нет ничего важней, всех же чужом любви. И нету веры, и нету правды, одним ли днем мы живем и в этом суть. Есть те добрые и женские страны выбрать дальнейший путь. Незавместимая с жизнью боясь, толкнуться за смертью работы, чтобы выжить. Даже сплажная работа, и завтра будет лучше, мол, завтра нету в природе, в системе этой жизни есть только наши сегодня. Нет ничего страшней, чем пустота внутри, нет ничего важней, нет же чужом любви. И нету веры, и нету правды, одним ли днем мы живем и в этом суть. Есть череда про и женские страны выбрать дальнейший путь. Заворник, как стен, полицен, ты зарплаты, ватка воды, источник орды. Уйти его, она становится среди секты. Одинокая птица, если туннели мысли летели, вывать себя давно мы их хотели. Слиться, забыться, время стремиться, удачу поймать за хвост. Какое основание? В дальнейший путь И нету веры, и нету правды Одним резнем мы живем, и в этом суть И через добрые шерсти странных выбрать В дальнейший путь Народ пишет, какая искренность, я поражен Кирилл Кияшко, Денис Каратаев Ух, сильно! Ну, реакция-то какая-то замечательная Мне кажется, очень справедливо, когда люди имеют возможность Класс, вот, например, Константин Твердый Когда люди имеют возможность высказать это прямо так Да, из зала-то, в общем, не особо услышать Но с концертами, что касается концертов Давайте расскажем о ближайших, например Когда у вас? На данный момент нету такой информации у нас пока То есть вас еще не предупреждали? Да, у нас еще не предупредили Но мы пока, на самом деле, в небольшом летнем отпуске находимся Готовимся, там, репетируем Оттачиваем материал новый, посочиняем Вот, ну, а уже осенью будет информация Заходите к нам в группу ВКонтакте Смотрите, следите Все будет в первую очередь там Игорь, есть какой-то вопрос? А у меня вопрос Окей, может быть, стандартный А как вообще торкнуло в эту стезю? Ну, пацан с гитарой еще понятно А вот петь, сочинять и вдруг неожиданно Ну, бог с ним, со стилем Это у каждого свое А все-таки? Ну, я с детства, как себя помню, пела на стульчике Вот еще в свое время в Германии Мы жили с родителями А, вот оно Так, так, оба в голос, да? А что такое? Нет, ничего, ничего Рамштайном пахнет просто Да, да, да Нет, ну это не связано Родители военные, что ли? Конечно, да, папа военный Вот, поэтому помотала Тогда понятно, почему ты всегда справа Продолжай Вот, а насчет, как потянуло Ну, я не знаю Где-то в 16 лет Я поздно, на самом деле, пришла в музыку-то Вот по меркам Люди как-то обычно там в 12-13 уже начинают там что-то играть Группы пытаются там какие-то что-то еще К 15 там уже банду собирает А я влилась в какой-то коллектив случайно Просто я хотела петь в группе Но я даже не думала, что я буду петь такой тяжелый Ну, на мой взгляд, для меня тогда была прям очень тяжелая музыка вот такая, да Потом я как-то влилась и так меня затянуло Я прям засосала буквально Вот и все Не могу теперь без этого Так а без специального образования какого-то? Конечно, да Просто вот так поперла и все Да Зачем и образование? Мне кажется, у него все в полном порядке А вообще образование у музыкантов есть? Музыкальное? Звучит, конечно, смешно У музыкантов коллектива есть ли музыкантов? Нет, так они грустно кивают головами Нет, нет, нет образования Ну и ничего страшного Вот смотри, Матвей Богдан пишет У мужика-то вокал похож на голос вокалиста А вокалиста и знает, видишь Но это оценка Опять же, это оценка И мне кажется, оценка вполне себе такая симпатичная Антон Черкезов Прямо активный человек Да Ну, вопросы хорошие, поэтому я не могу мимо проскакивать А как вы считаете Сейчас, пожалуйста, я подложку уберу Тут серьезный вопрос А как вы считаете Какими качествами должен обладать современный человек Чтобы успешно справляться с трудностями современного мира? Это еще один, которому за 80, да? Скорее всего Думаю, просто мозгом Этого достаточно, по-твоему? Хороший мозг, это Приспособиться к любой безвыходной ситуации А как тебе горе от ума фраза? Хороший мозг Хороший, ну ты понимаешь Тут нет, тут очень сложный вопрос На него вряд ли кто-то сможет отдать Какой-то такой четкий, конкретный ответ Это тоже отдельный эфир Да, у каждого свои способы Чувствуется психологическое образование Раз так от сложного вопроса и увильнуло А, да, потому что, ну нет на него Я могу сказать какое-то свое мнение То есть для меня, например, это стрессоустойчивость Здоровье и, ну, как сказать Заряд энергии, чтобы у меня не кончался Вот это для меня, мне конкретно, лично нужно Чтобы жить в этом мире Вот, и еще, да, еще возможность Делать такой резет Сброс, то есть раз так тебя чувствуешь Уже все накопилось, накопилось Освободил ты новый человек Все вокруг дохлое А вам перезагрузился Да, вот это лично для меня А для каждого Вот это нету такого своего какого-то рецепта Он индивидуален Каждый должен сам понимать, что ему необходимо Развивать себе эти качества По-другому никак Вообще хорошо так ответить Что, как вам кажется Какими качествами должен быть Обладать человек, чтобы в современном мире выжить Ответ, это каждый решает на себя сам Не, ну, очень хороший АК-47 помогает выживать Да, ну, в каких-то ситуациях, безусловно Без него не обойтись Я иногда мечтаю о такой палочке Которая вот такая длинная, знаете Чтобы можно было некоторым людям По голове так Вокруг меня так Ну, я не на вас конкретно показываю А вот просто, как правило, люди, которые там Они говорят Палочка такая Да, палочка такая Вот, чтобы вопрос решился Скорее без лишних эмоциональных затрат Ну, увы, не могу, я человек Ну, про палочку-то я запомню 46-47 Это короткий номер для ваших смс Сначала свои, пробел Дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу Есть вопрос, мне кажется, такой серьезный Но давайте, наверное, споем сначала А потом мы обсудим Одну очень любопытную структуру Которую образовал коллектив 3110 Чего ты так сейчас сделал такой лиц? Ты как будто бы не понимаешь, о чем я сейчас говорю Она шпаргалку доставала Ага Как называется песня эта? Песня называется Страха нет Как всегда, живой звук В программе живые 3110 здесь сегодня Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все смешалось внутри Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 На живых как же быть неживой? Понял. Я обещал вопрос задать. Спот — это что? Спот — это сообщество молодых альтернативных музыкантов, которое было, наверное, запущено. Активно велось два с половиной года, по-моему. На данный момент немножко проект носит только информационный характер и поддержку. Но мы ездили с фестивалями, с различными группами по разным городам, искали новые коллективы и обхватили порядка 50 коллективов. Но вот это было именно сделано для тех, кого еще не знают. То есть для тех, кто только начинает как-то вот, и чтобы хоть немножко объединиться. У тебя конкуренты появились. Нет, это другое. Здесь у нас была задача сделать именно сугубо узкую такую вот именно альтернативную направление, альтернативного рока, металла. И вот чтобы люди познакомились между собой, создали какую-то реальную тусовку, и могли обмениваться опытом и информацией. Я сейчас задам тебе очень некорректный вопрос. Хотя я вообще не понимаю, почему этот вопрос считается некорректным. Сколько тебе лет? 26. А делал ты вот этот спот, и вела его, когда тебе было? 24. 24. Извини сейчас за прямую речь. Практически ссык ухо, да, 24 года, девочка совсем, ребенок. Ну уж прости, конечно, я как-то вдвое старшим имею право немножко, да? И она была озабочена тогда, и сейчас я уверен тоже, тем, чтобы находить новых, молодых, интересных музыкантов. Еще, в принципе, не раскрутив свой проект, так, чтобы его знала вся страна, от зубов отскакивала. 31.10. Может быть, сейчас я опять же скажу какую-то такую вещь криминальную, но по мне так... Ну, вообще, позвучит как будто комплимент самому себе, блин. Ну, мало таких людей, вот реально, которые озабочены не только собой, а еще и развитие музыки и культуры. Низкий тебе поклон за это и благодарность. Спасибо. Это вот студия аплодирует, между прочим, да. Потому что далеко не каждый решается на такой шаг. Большинство музыкантов, ну, творческих людей, в принципе, прежде всего о себе заботятся. Как бы нам, как бы нас узнали. А вот эта девочка тогда еще 2-4 года, совсем юное создание, каталась по стране. Ну, скорее всего, с концертами в том числе, да, и с турами каких-то совместных концертов с другими группами. И выискивала там молодых... Нашла за это время? Нашли что-либо? Ну, конечно, очень здоровски у нас есть ребята из Воронежа, вот группа «Диоксид». И, кстати, привет им. А? Казань. Казань и наэнд команда. Замечательно. Вообще, ребята шикарные. Мы, кстати, с ними в туре вот пересекались. Вот в этом уже туре вместе, когда с Йеной ездили. Очень много людей. Еще была такая классная одна команда, какой-то там «Док», я прошу прощения, название вот точно не запомнила, но где-то на юге страны они играют такой вообще очень веселый нью-метал. Прям вот очень классный. Нью-метал веселый. Нью-метал веселый, да. По себе это сочетание невозможно. Парадоксно круто звучит. Хотя почему нет? Ну, у нас же есть «Киндред», пожалуйста, там тоже. В общем-то, да. То есть здесь вариантов много. Проблема в том, что сил не хватило, к сожалению, у меня вот пока. Совмещательно. Плюс еще работа же, ее никто не отменял, то есть как бы обычная. И здесь немножко я подздохла. Мы начали писать альбом, и немножко это все превратилось в такой информационный характер. Но я думаю, что как только вот я заряжусь новой энергией, может быть, и нам не хватало информационной поддержки тоже в том числе. Теперь-то я знаю, куда идти. Вот, надо объединять усилия. Конечно, да. Если вы что-то интересное, ребятки, находите, вы как-то теперь знаете, куда это делать надо скидывать. Конечно, да. И вот у меня теперь эта мысль возникла, я теперь думаю, что я когда-нибудь отдохну, отдыхаю, восстановлюсь, и теперь вот буду, да. Слушайте, а что заряжает? Уже несколько раз говорили, да, вот там энергия, вот от чего прет, чтобы потом... Так и я сказал, есть закон, там определенные слова говорить нельзя. Что ввижу, то и прет. Нет, мы не употребляем никаких интересных веществ, ну, кроме общепринятых и дозволенных, да, там по каким-то мероприятиям, случаям и так далее. Да на самом деле прет... Маш, микрофон, микрофон. Я все время отхожу, мысли погружаясь, я отхожу. Да, прет, на самом деле, музыканты заряжают вот то, что сейчас там комментарии пишут, вот это все. Вот это реально заряжает на новые... Ну, как дети же, ну, как хвалить же надо. Ну, творческие люди... Да, надо, чтобы росло, надо поливать. Это очень правильно. Я всегда говорю, что музыканты, как дети. Я всегда пытался приучить в прошлом владельцев радиостанций, на которых работал, к тому, что, когда речь идет о музыкальной станции, туда приходят музыканты, от станции метро до входа на студию нужно красную дорожку класть, и теток с кокошниками, и с хлебом с солью, потому что именно музыканты создают все возможное, музыку, творчество, для того, чтобы радиостанция могла существовать, по сути дела. Но мало кто это понимал. Сегодня мы, собственно, эту работу и проводим. Ну, красной дорожки, конечно, нету. Ну, с вами все чудесно и шикарно. Спасибо. Классно встретили. Классно встретили, сказал он через 40 минут после начала эфира. Давайте пора петь уже что-то. Еще три песни у нас с вами. Голоса. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня 31.10. Погнали. Продолжение следует... Бесконечная игра твоя И ты заложник, но сложно покинуть Тебе не выбраться, не убежать Пока ты знаешь, веришь Остынув чувства, которые убивают тебя Мысли, которые убивают тебя Выжавши ты зарядки, себя самобуд Видишь смысл твоего существа Поняние, а правда не только ты Веришь, слышишь голоса Кому ты обязан, чем ты привязан к ним Видишь смысл твоего существа Поняние, а правда не только ты Веришь, слышишь голоса Ты без остатка отдаешь себя Но ты летаешь, летаешь и пуста И не осталось ничего внутри И стало страшно Плохо и грустно Чувства, которые убивают тебя Мысли, которые убивают тебя Выжавши ты зарядки, себя самобуд Видишь смысл твоего существа Поняние, а правда не только ты Веришь, слышишь голоса Кому ты обязан, чем ты привязан к ним Видишь смысл твоего Существования, а правда не только ты Веришь, слышишь голоса Кем назад страшно сказать Мнения, осуждения И это все Не позволяет видеть тебе 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 Самому видишь смысл твоего Существа баня не оправдания Только ты веришь, слышишь голоса Кому ты обязан, чем ты привязан к ним Видишь смысл твоего Существа баня не оправдания Только ты веришь, слышишь Голоса Что-то не короткие песни Две же, по-моему, еще-то программы должно быть, правильно? Две, очень хочется, чтобы они все прозвучали, а времечко-то уходит Мы сейчас поэтому сделаем короткую такую словесную вставку А дальше споем сразу, чтобы не утратить песню Вот Алиф Скаченко вот такой вопрос задает Есть ли дети у кого-то из коллектива и какие песни на ночь поют ему вместо колыбельной? Спи, моя радость, усни Давайте рассказывайте У моей супруги есть ребенок, но не мой родной Мы с ним слушаем В общем, ему приходится слушать то, что слушаю я И то, что я играю Но он делает вот так вот Те, кто мне трансляцию понимает В данном случае речь идет о покачивании головой вместе с торсом А сколько времени ребенку? Ему пять, в августе будет шесть Но он иногда даже снимает футболку и вот так вот машет Правильный ребенок растет Правильный, очень правильно подкованный Так я понимаю, больше нет у кого детей, да? Ну да, пока нет Пока нет Есть над чем работать Есть над чем Какая следующая будет песня? Давайте сразу же мы ее О, следующая песня Это будет новая песня Ее нету на альбоме Называется она «Падала» Ну тут очень важно четко произносить «Падала» «Падала» Да, спасибо большое Как всегда, живой звук в прогоне Живые 31.10 здесь сегодня Поехали Бесконечное правило небо оставило Вместе летали мы просто взлетая Я падала, ошибаясь, не веря в себя Безответные чувства тянуло безумством Как высшая цель сливаться с искусством Я падала, ошибаясь, не веря в себя Но зато могла ли Летать Да, я падала Разбиваясь опять Но всегда могла летать Да, я падала Ошибаясь опять Но всегда могла летать Безопасное слово Равно сильно в молчании Полет без тебя Как попытка к отчаянию Падаю Но стою И опять я лечу И внутри что-то давит Беспомощно травит Желание снова летать Не обманет Ничто не заставит уйти Прости Я всегда могла летать Да, я падала Разбиваясь опять Но всегда могла летать Да, я падала Разбиваясь опять Но всегда могла летать 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 Не я падала, разбиваясь опять, но всегда могла летать. Не я падала, разбиваясь опять, но всегда могла летать. Не я падала, разбиваясь опять, но всегда могла летать. Не я падала, разбиваясь опять, но всегда могла летать. А эта песня в записи есть уже? Эта песня есть в репетиционном видео. Не надо мне в видео. Я спрашиваю в записи. Там хорошая запись, кстати. Не надо мне. Нет, нет, нет. Так пишите быстрее. Хорошо. У меня такое, она пока летать пела, я сразу вспомнила, где твои крылья бутусов. А потом так Макс, я такой представил вот эту песню в исполнении Макса. Где твои крылья? Хорошо было бы. Вы когда будете иметь возможность записать ее нормально, качественно? Ну? Мы подумаем. Нет, нормально, а не подумаем. А ты что? Нет, ну раз надо, значит надо. Не, ну надо, запишем. Запишем? Смотрите, ну если она будет готова хотя бы через месяц... Будет. Да? Полтора. Будет. Да? Отлично. У меня тогда от вас будет еще и третья премьера в ближайшее время. Песня замечательная. Я считаю, что это вообще один из самых ярких ваших номеров за сегодня, как минимум. Не самый, один из самых ярких. Спасибо. Очень хорошая вещь. У нас осталось совсем немножко времени. Сколько по хронометражу, ну хотя бы приблизительно, на та песня, которую вы закроете сегодня? Четыре. Четыре. Значит, у нас всего ничего две минуты. Игорь, давай. Какие вопросы есть? Да, собственно говоря, иссякаю я. Пускай ребята поют. Спасибо. Я вообще люблю соведущих, которые иссякают. Почему? Почему? Объясню. Ну, просто потому, что музыка заставляет человека чувствовать. А когда человек чувствует, он немножко зубы. Это я уже, знаете, как у меня внутри все закаменевшее. Я все свои чувства уже... Звук даже такой каменный. Каменный, да. Это болезнь из Питера, там все в границе. Это там мышцы. Да. Так вот, это я уже себе не позволяю каких-то эмоций. Когда расслабляюсь и таю, тогда понимаю, как же мне эфир-то довести до конца. Я уже оставил все. Тысяча человек пока неопытные, но имею в виду, таять нужно ровно в 22.00. Окей, следующий эфир ровно в 22.00. Я включился. На будущее. Ребятки, ну, что вам сказать? Кроме того, что уже было сказано. На мой взгляд, и многие об этом пишут, так сказать, многие говорят о том, что это откровенное открытие. Мы сегодня открыли миру еще один замечательный музыкальный коллектив. Не проект, коллектив. Группа называется 3110. Я прочитаю все-таки это сообщение, которое подметил для себя. Отличная группа, вам пишет Юлиусова. Для меня лично они звучат намного приятнее многих более известных групп, играющих в таком тяжелом стиле. Энергия, огонь в глазах, драйв. Буду ждать их следующих премьер. Группе 3110 успеха, концертов, альбомов. Су-ведущему спасибо за интересный веселый эфир. Здорово получилось. Возвращайтесь еще. Игорь Маленков сегодня был моим соведущим. Черт, как не хочется прощаться. Вот всякий раз не хочется прощаться, да, но чего делать? А давайте скажем до свидания. Ну, не прощай, до свидания. Ну, хорошо, до свидания все равно попрощаться придется. В русском языке нет слова по до свиданька. Так и так нам придется распрощаться, попрощаться с аудиторией до понедельника. Следующая неделя, подчеркиваю, в АЮ будет последней летом, потому что в августе все программы уходят в отпуск. Ну, то есть музыка-то себе будет играть в радиостанции, работает, безусловно. Но людям нужен отдых время от времени. Спасибо, что были у нас. Ждем ваших новых песен. Спасибо вам огромное. Нам было безумно приятно и так тепло, и душевно. И вообще спасибо за возможность, за возможность говорить, да, в микрофон, общаться с людьми. Вы подарили нам сегодня невероятное количество. Прям зарядили. Вот я прям уже, я уже что-то хочу делать, начать, понимаете? Если следующие песни будут созданы как раз на вот этой волне, мне лично будет особо приятно, правда. Как называется финальная песня? Ноль. Очень хорошо. Как раз обнулили. Зеро. Кстати, с вот этого проектного первого альбома 2007 года. Окей. Будьте вы здоровы, чтобы вы жили долго. Успехов вам, счастья. Поехали. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Места нет для меня, только кажется шире, но не веришь в себя. Очень тесно внутри, спрятать не буду тобой. Я не вижу, смотри, ты как замкнуты. Ноль. По ночам сладко спишь, только снов не рождаешь. Ты все время молчишь и кого-то пытаешь. Виден сверху на губах, на слезах нету соли. Ты наигран слова. Ты пустой, сонононоль. Ты ноль. Ты. Посмотри на себя со стороны. Ты ноль. Ты. Что же у тебя там внутри? Ты ноль. Нет смысла закрывать глаза. Ты ноль. Вся эта ложь уже. Не спросили тебя, и в ответ будет пакость. Просто так у тебя проявляется слабость. Нарастает предсерение. Следующий слой только крепнет с течением времени. Ты живешь одним нём. Нету цели в пути, и стихи ни о чём здесь таких не найти. В мыслях каждую прошепчет, ты довольна собой. Не грусти, так ведь легче отрезать, что ты ноль. Ты ноль. Посмотри на себя со стороны. Ты ноль. Что же у тебя там внутри? Ты ноль. Нет смысла закрывать глаза. Ты ноль. Вся эта ложь уже никому не нужна. Ты была и её останешься. Даже как будто тебе это нравится. Кому ты там дальше поставишь свою? Тебе никогда не изменить свою природу. Что не пугает твои перспективы? Неужели ты не видишь полной картины? Не носил и маски врёшь только о себе. Ты был не ноль. Ты не можешь быть другом и любить не умеешь. Сама не заметишь. Быстрый слизь, вызывая жалость. Мёшь очень красиво. Готовый поверить, что ты не скотина. Ясно я тебя ненавижу. Как хорошо, что тебя я не слышал. Но очень плохо, что вижу тебя. Газ это был для тебя, не от меня. Ты ноль. Посмотри на себя со стороны. Ты ноль. Что же у тебя там внутри? Ты ноль. Нет смысла закрывать глаза. Ты ноль. Вся эта ложь уже никому не нужна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова